Как максимально выгодно со скидкой забронировать это жилье? Начнем с местоположения. Какой же район лучше выбрать? Я не буду оригинальным, если скажу. Конечно же, это исторический центр. Здесь сосредоточены основные достопримечательности. Крепость Калимигдан, улица князя Михаила, площадь республики, скадарлия, народная скупщина, в шаговой доступности национальный музей, музей ретроавтомобилей, музей Николы Тесла и многое другое. По жилью. Лично я предпочитаю арендовать не гостиничные номера, а частные апартаменты, квартиры и прочее. Это более практично, так как такие варианты обычно имеют в наличии кухню, стиральную машину и прочие бытовые удобства. Да и по цене они обычно выигрывают. Цены начинаются примерно от 1000 рублей за студию, рассчитанную на двоих гостей. Ну и естественно, верхней границы практически не существует. Вот несколько вариантов для примера. Студия Дарчол. Это район, примыкающий к крепости Калимигдан. Студия Скадарлия. Двухкомнатная квартира в пешеходной зоне. Этот вариант арендовали мы на троих в августе. И нам это обошлось в 2000 рублей в сутки. А теперь небольшой обзор. Апартаменты Маршал. Наша квартира находится в пешеходной зоне Белграда. Вот этот дом Маршала Бирюзова 6. Здесь вот на домофоне обозначена кнопочка. Стан 8А. Это мы и есть. Так, заселились в квартиру. Квартира и довольная. Она небольшая, но очень уютная. Состоит она вот из большой такой спальни. Вот. Здесь одна двухспальная кровать. Одна полутораспальная. Вот это, я не знаю, это же, типа, а, это типа камина. Тут же, наверное, нет, и батареи тут есть. Большой шкафчик. Вот. Всякие одеяла, плечики. Так что у нас тут. Тут у нас комплект полотенец, подушки, книжки. Ну, само собой, Wi-Fi, куда же теперь без него. Телевизор, кондиционер, кондиционер, вот там у нас. Кондиционер, все самое необходимое. Окна выходят во двор, поэтому здесь тихо. Так, здесь у нас сто лет. Надо сказать, все чисто, идеально чисто. Вкусно пахнет. Намыто. Здесь у нас вторая комната. Небольшая гостиная. Здесь у нас тоже второй кондиционер, второй телевизор, диван. При желании сюда можно постелить и поселить еще одного человека. Но у нас всего трое, поэтому нам постелили все там, в первой спальне. А вот здесь у нас вот такой уютный балкончик. И вот такой харизматичный дворик. Немножко пошарпанный, немножко неумытый, но от этого не менее уютный. Так, в кухне мы имеем обеденный столик. Полный комплект микроволновка, холодильник, кофеварка. Вся посуда. Причем, обратите внимание, посуда новая. Ну, по крайней мере, малопользованная. Довольно приятная, на взгляд. Все, тарелки. Так, здесь у нас что? Ну, тут какие-то вспомогательные товары. Так, здесь у нас ножи, вилки. Посудомоечная машина. Так, сковородки, кастрюли. Так, здесь, 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 здесь. Химия необходимая, бытовая. Ну, в общем-то, все приятно. Я говорю, квартира оставляет очень приятное впечатление. А вот душевая комната. Вот стиральная машина и душевая кабина. Бойлер. Как видите, а может не видите, я вам скажу. Сантехника в отличном состоянии. Все рабочее уже опробовано. Так что, милости просим. Нам эта квартира обошлась в 2000 рублей в сутки. Напомню, мы приехали в пик сезона. Сегодня 26 июля. Здесь даже есть книга отзывов и предложений. И мы оставили свой отзыв. Естественно, благодарность. Так как здесь нам очень все понравилось. Теперь я расскажу, где я бронирую и как максимально выгодно со скидкой забронировать это жилье. Это касается не только жилья в Сербии, в Белграде. Это можно сделать и в Черногории, и в Боснии, и в Герцеговине, и в Гондурасии. В общем-то, в любой точке мира. Я бронирую жилье на сайте Airbnb. Чем этот сайт отличается, скажем, от букингов, агод, топ-хотелсов и прочих? Это тем, что конкретно этот сайт специализируется на жилье от частных хозяев, от частников. То есть, это не отели, а дома, квартиры, комнаты в частных владениях. Если вы еще не зарегистрированы на сайте, то для вас хорошая новость. При регистрации по ссылке на первое бронирование вы получаете скидку 2100 рублей при бронировании от 4500. То есть, снимая жилье за 4500, вы реально оплачиваете только 2300. Эту ссылку, ссылку для регистрации я выложил под этим видео. Вкратце, как пользоваться сайтом. Здесь все предельно просто. Выбираете нужное направление. Выбираете дату поездки. Количество гостей. Тип жилья. Можете задать диапазон цен, скажем, указав максимальную устраивающую вас цену. А также применить различные фильтры. К примеру, наличие кухни, бассейна, утюга, фена и чего только еще душа пожелает. И вот, к вашим услугам. Выбирайте. Собственно, выбрав какой-либо вариант, внимательно читайте описание. Посмотрите фото. Проверьте календарь дат. Тут отражаются доступные даты. Обязательно читайте отзывы. И я рекомендую перед бронированием пообщаться с хозяином жилья. Благо, здесь такая возможность тоже присутствует. Ну, вот, в принципе, и все хитрости. Выбрали жилье. Бронируем. Отдыхайте с удовольствием. Путешествие – это жизнь. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok